итак день 2 переночевали в хижине вчера съемки не стал показывать короче в книге написано что дойти до той хижина можно четыре с половиной часа ok мы шли не спеша сделали остановку минут на 40 но мы дошли часов до 6-7 и набор сны нормальный 1100 метров короче пришли мы в хижину где-то часов 3 решили посмотреть что дальше подальше вон на тот перевал эти штурмовать перевал а после него короче где-то там есть хижина кстати ледник ледник 1 и ледник 2 короче после него после перевала вот эти на высоте 2 500 2 500 в минуточку вот а перевал 2 по 800 или 3 в общем заселились хижину помылись вода холодная была дико кто в теплой воды не помыли с холодной водой 7 часов был завтрак завтрак ужин поужинали посидели все в 9 пошли спать комната на 8 человек или на 6 раз два не на 8 но так было жарко короче крутились крутились всю ночь уже ждали когда рассвет в 6 30 стали всем на завтрак пошли завтрак скудненький масло джем хлопья кофе вот все это дело мы коротко покушали вышли там было солнце сейчас все затянуло все затянуло но не холл шортах и в легкой кофте нормально у нас сегодня небольшой подъем на перевал перевала город виды фантастически но я не думаю что мы что-то увидим и спуск 1750 метров город модан где мы в прошлом году начали свой маршрут сегодня обещают дождик поэтому спустимся посмотрим наверно модан останемся помоемся вот завтра утром уже поедем на такси на ту точку где меня максим в прошлом году подобрал вот такой план но идем среди каменоломни остатки ледников больше рассказывать нечего безжизненная безжизненный марс кусочек ледника слышал камни летят наши вчерашние горы походу вон дорога наискосок нам туда на перевал тяжело идет 100 большая 26 чувствую что дышится тяжело в кафе в кафе в ресторане с 1 на 3 этаж поднимешься отдышка реально прям не можешь ну короче отдышка кто-то все ледник был он гладких камни был ледник и нет ледника кошмар он отполированы камни все точно вон черная фигурка наверх лезет нам туда ну как бы не сильно высоко метров 150 тоже отключаюсь люди постарались пирамидками все усеяно прикольно все усеяно какое часто в горах вижу какие-то места такие есть где люди это делают для чего делать может память родственников или просто ну то есть какая-то жесть причина макс как ты думаешь для чего это максим не знаю тоже мы не знаем но интересно ледник за этой скалой тоже ледник спрятан там хижина виднеет ну что он перевал сказать что тяжело ничего не сказать реально тяжело с утра с тяжелыми рюкзаками второй день на такой высоте когда ну идем медленно 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 нормально плетешь люди такие камешки по настоя видно куда идти перевал рядом камни красивые то разного цвета а где дорога то а вон дорога ладно идем по этой гладкий отполированный ледником ледников нет буду отключаться надо двумя руками держаться за полки самой верхушке горы горный баран она смотрит он перевал вон видите он стоит смотрим рогами своими будет камни кидать нас леднячок он пошел-пошел-пошел короче подъем просто камни песок очень похоже как в казахстане был в алмате последний только там реально камни наступаешь шаг откатываешь от 2 метра здесь вроде как дорожка есть но сам факт все это дорожка ну да конечно такое аккуратно отключаюсь это был довольно высокий маленький дождик один из высоких перевалов оттуда ветер дует с дождем сейчас вниз пойдем конечно поснимать можно виды ледники наш ледник не видно так и здесь еще видно все здесь красиво мосмаксом споры что это за яма метеориты попал или что такое странно но здесь конечно красота смотрите немножко распогодилось но все равно дожди там все затянуло спереди все затянуло там валит дождь нам надо быстрее заслались на кошмар какой на марс переселились марсовые поля вот здесь можно красиво наверно камни найти там все дожди странно затянуло уже что там не придет как думаешь снаряд не разорвавшись авиабомба что-то здесь бомбили чудом били памятник сделали из него оттуда мы пришли сверху туда идем нормально в пути значит мы час 51 набрали 350 метров скинули 245 еще какие-то железки валяются бомбы водопад ледника ледник сверху нам вниз куда туда дорога бьется вот эти горы все были в тумане ну и в тумане в облаках мы подумали что дождь идет на нас сейчас раз и развеялась там вообще голубое небо еще гранаты не гранаты снаряды ледник а ледник водопад идем с дорога будет раздвояться нам правее а по левой части мы прошлом году поднимались поэтому нам сейчас правее а вот наверно раздвояется что если это камни суда долетали получается или их ледник принес на на ледник принес не могли долететь ну все кому-то налево кому-то направо было написано что спуск два с половиной часа занимает в мадан сейчас время 10 то есть если мы туда придем то будет около часу дня слишком рано надо что-то еще делать мы может закупимся и поедем к началу маршрута прошлогоднего к концу прошлогоднего маршрута и начало следующего этапа сейчас поедем туда на машине на такси и там что я не подумал смотри сколько времени будет шикарный водопад водопад и маленький мармотик малыш малыш мармотик шикарный водопад и на норку спрятался такие у них вон он сидит вот он отходи чувак да они тут этот ремонт так произошло сразу два события вышло солнце и мы зашли в лес пришлось снять майки и кофты жарко вот так уже температура хорошая солнышко вышло в принципе жизнь налаживается дождь который обещали ножка же ночью придет ну вот утром он покрапал и все отлично это через два-три километра будет хижина где можно отдохнуть покушать пока что такие деревья вековые в фильмах ужасов включаюсь фактически сейчас сделала так вот чтобы было видно дорогу но бредем потихоньку по лесу вот гора которая была видна перед нами мы были выше не спуск по лесу солнце вышел сразу жарко стало сильный спуск быстро высота теряется аккуратно эти камешки под ногами подскаживать ну зато тенек местами отлично и никого сегодня мы шли за целый день только наверху при спуске с перевала сразу встретили группу они по ходу ночевали в палатках там дикая ночевка был больше ни одного человека уже в пути мы 3 30 такие дела деревья сказочные мог мухом окутаны ну что все спустились мы к кафешкам мужик у него собаки копошится там интересное дерево выросло из камня хочешь жить море дерево из камня вырос чем она питается красота какая лепота он кафешка сейчас сядем там флаг висит желтый красиво здесь очень он город куда мы должны прийти наверху крепость мы там были прошлом году ну не в крепости были обошли крепость на красота лепота спустились старые хижины это интересно таким шифером выложил себе крышу молодец ходил искал специально это все старая разрушена видок конечно фантастический наша хижина и он кушает а 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 не снимал потому что у нас был спуск 1800 метров это очень тяжело монотонно тяжело просто идешь и у тебя рюкзак и он ты впечатывает хорошо земля где-то камни где-то песок где-то травка короче еще потом в город спустились еще два километра по нему шли по дороге зашли в магазин на чечок купили во-первых кемпинг вот он кемпинг полу пустой к постаре только палатку кинули выше зашел магазин написано вино местное шардоне взял две неглядя 2 оказалось красным взяли колбаску печеньки сладкие печеньки и макароны сегодня говорить багет сыр мягенький в макароны добавить и масло за масло отдельно скажу короче взял специально местное масло местное и оно офигительное просто на солененькое даже не масло а как бы масло скоби сможет добавлением сыра я не знаю что ну не просто но не не сильно течет как масло ну такое солененькое вообще зачет вот спустили сейчас пойдем мыться кемпинг пустой но нормально вместо собой регион был выбор другой по времени успевали и дождя нет могли взять такси и поехать наверх в хижину но в ней надо ночевать и там высота холодная не помыться решили здесь помыться кемпинг дороговатый кемпинг стоил 20 евро за двоих с палаткой примеру два дня назад стоил 10 евро ну типа крупный город прижать чуваки вот на таких штуках и целый день гуляют по горам сюда приходит спать мест полно короче искали спаса ноги болели да нечем показывал сейчас помоемся будем кушать кушать а потом спать 8 старт короче пошел дождь я сначала было не так мы еле-еле приперлись вот так буду делать сейчас музыку выключил короче мы еле-еле приперлись в хижину схему я уже заговорюсь в кемпинг большой полупустой по дороге закупились жратвой короче приперлись еле-еле и разложили палатку начали готовить еду купили макаронов 05 кг нет 500 грамм от 0505 килограмм да и вдруг подал сильный-сильный ветер и мы поняли что сейчас будет град ну не градом дождя гроза будет короче быстро в палатку наварили макарон нажрались но это лучше в городе на высоте там небольшой чем на верхотуре в горах где температура минус 10 градусов и вообще непонятно что делать время 7 вечера еще пару часов потянуть потом спать ложится вот так вот прошел второй день в принципе день хороший но ничего интересного тяжелый такой распускаться спускаться это это последний день маршрута вообще то есть когда люди идут маршрут у них последний день они спускаются уставшие садятся в машину или ночуют в отеле и уезжают у нас по-другому прошу прощения такие дела короче часть на сегодня все